здравствуйте меня зовут серафима захарова я целитель с уникальными природными способностями работаю я уже девятый год мои способности подтверждены официальной наукой и сегодня я хочу ответить на некоторые вопросы которые мне задают люди обратившиеся ко мне за помощью ну вот наверное начну с первого вопроса что же это такое программа самоисцеления и самодиагностики как она работает и как она может диагностировать человека то есть диагностировать его самостоятельно это очень хороший вопрос очень серьезный вопрос я скажу следующее практически все функции нашего организма выполняются автоматически например дыхание мы не задумываемся как мы дышим мы просто дышим то есть работают определенные зоны в нашем головном мозге и от действия этих зон зависит работа нашего организма вот точно такая же зона я называю ее программой находится в нашем повторяю головном мозге и когда я начинаю с человеком работать эта зона начинает активизироваться и программа самоисцеление самодиагностики начинает работать работать также естественно как мы дышим поэтому на моих сеансах человеку ничего не нужно делать не нужно концентрироваться пытаться себя расслаблять пытаться настраиваться не надо программа работает человек наблюдает что начинает происходить вот так естественно легко должны работать все программы в нашем организме потому что наш мозг это такая уникальная система которая может включать выключать и руководить всеми и она руководит всеми процессами в нашем организме как происходит самодиагностика она происходит точно так же как работает программа самоисцеление так же легко и так же естественно человек чувствует внутри своего организма а иногда и внешне различные различные состояния например болевые состояния если есть если есть проблема с позвоночником то начинается болевые состояния начинаются различные такие состояния как жжение покалывание выкручивание похрустывания то есть человек чувствует что здесь у меня есть проблема потому что там идет работа даже если есть какой-то очень маленький незначительный сбой который человек пока не замечает пока этот сбой не дает о себе знать программа это определяет и начинает с этим работать поэтому когда человек обращается за помощью иногда говорит так серафима я в общем-то здоровый человек у меня есть вот тут проблема тут проблема и когда мы начинаем заниматься для него бывает очень удивительно то что в тех местах своего организма где он никогда не чувствовал никаких проблем почему вдруг начинаются различные состояния различные ощущения потому что любая болезнь она не возникает здесь и сейчас любая болезнь она набирает свою силу разрушительную порой десятилетиями и потом конечно же когда происходит этот сильнейший сбой эта болезнь проявляется она может проявляться на фоне стресса она может проявляться на фоне например того же неправильного питания если например слабый желудочно-кишечный тракт но человек пока не подозревает потому что он еще молод поэтому он в общем питается как ему захочется и вот эта проблема нарастает и потом конечно по мере взросления у человека начинает проявляться такие заболевания такие недуги что я хочу еще сказать об этой удивительной программе которая в нас заложена мы с вами живем на этой земле не один миллиард лет я часто довольно часто смотрю различные передачи выступают антропологи раскопки производят и спорят ученые сколько же человеку на самом деле лет от кого же человек произошел и я знаю что человек живет на планете земля не один миллиард лет и я знаю что было такое человечество раса человеческая которая отнюдь не родилась в шерсти и в чем-то еще я это знаю точно и вот это раса она обладала удивительнейшими способностями удивительными поэтому процессе всех изменений на планете земля мы с вами знаем что мы полностью зависим от вселенной потому что какие процессы идут в космосе все это отражается на нашей планете как светит солнце как у нас действует луна как она работает в своей атмосфере конечно миллиардами лет все это менялось менялась менялась и менялась жаль что не в лучшую сторону поэтому наступили времена они наступали что человек начинал утрачивать вот эти свои удивительные способности но они не забыла они заблокированы но они не не погибли не утратили свою силу они находятся в нас с вами за эти годы я не встретил ни одного человека у кого бы такой программы не было вопрос только в том что у кого-то она начинает включаться сразу сразу мощно у кого-то она может включиться проявить себя в полную силу например после нескольких сеансов иногда она начинает работать довольно тихо тихо это людей почему-то огорчает и они знаете разочарованно уходят и сеансы мои не принимают хотя я объясняю что когда начинает работать программа самоисцеление если идет сильно работа это не говорит о том что что я исцеляюсь а если сла тихонько что я не исцеляюсь нет конечно же не так в каждом человеке повторяю заложена своя программа эта программа сама но я так образом конечно говорю сама составляет план лечения и сильные вибрации она включает если они нужны тихие вибрации она включает если они нужны потому что исцеление зависит не от того какой силы вибрация совсем не от этого исцеление зависит от того как работает программа и работает она правильно поэтому за все эти годы у меня не было ни одной жалобы от людей что был какой-то побочный эффект, потому что свой собственный организм, он не хочет сделать себе плохо, он хочет сделать себе хорошо, но когда человек начинает вмешиваться в этот процесс, например, во время сеанса он начинает пытаться что-то усилить или начинает пытаться мешать этим процессам, то, конечно, результата может просто не быть, все начнет замедляться, поэтому я всегда на всех сеансах прошу людей, не вмешивайтесь в процесс, я тоже в него не вмешиваюсь, дайте возможность организму работать, будьте просто наблюдателем и делайте то, что он у вас хочет. Значит, порой во время сеансов организм начинает выполнять гимнастические упражнения, вот у нас опять же, я возьму, например, проблему суставы и проблему позвоночника, когда у человека есть такая проблема, он идет в больницу, ему назначают мази, лекарства, уколы, но по своему опыту я смотрю, что когда у человека, например, та же проблема с коленями или с позвоночником, организм вдруг включает гимнастику, и вот казалось бы, артрит, должны быть в коленях какие-то вибрации мощные, они идут, но организм начинает при этом выполнять гимнастику, он начинает полностью растягивать, разминать свое тело. Почему же это делает организм? Да потому что происходят в человеке сплошные, одни сплошные застои, потому что человек мало двигается, и вот та же проблема с позвоночником и суставами происходит не от того, что он где-то, например, простудился, а от того, что он мало двигается, у него произошел застой, начинает костенеть его суставы, поэтому никакие мази, никакие уколы людям не помогают, они лишь могут облегчить и заблокировать это состояние, и вот когда организм начинает работать, он и начинает разминать свое тело, как внешне, так и изнутри. Что начинает человек чувствовать? Но первое, что начинает чувствовать, что ему стало легче, его тело стало гораздо подвижнее, потому что, когда идет эта гимнастика, организм знает, под каким градусом повернуть плечи, бедра, он знает, каким усилием нужно делать этот массаж. Иногда включается так, что человек вдруг хочет взять свои, берет и руками, начинает что-то проминать, давить на какие-то точки. Люди мне говорят, Серафим, я никогда ничем не занимался, я это не умею, это просто выполняет мои руки. Совершенно верно. Под воздействием программы самоисцеления наши руки – это инструменты, у нас по пять пальцев. Это не только брать ложку, стакан и кушать. Наши руки эволюцией созданы еще и для того наши пальцы, чтобы мы могли себя лечить. Поэтому включается программа, включается этот вид лечения, и человек начинает продавливать, надавливать на свои точки. Нажимы тоже очень интересно происходят. Иногда нажимы очень интенсивные, иногда мягкие, до боли. Но боль, как мне говорят, она такая и больно мне, и в то же время приятно. Почему это происходит? Да потому что идет воздействие, болезнь начинает отступать, и как бы оно, знаете, вместе и больно, и приятно. И вот начинается вот это излечение, и начинается вот это исцеление. Поэтому говорить я могу много о программе самоисцеления, самодиагностики. Она меня удивляет. Я удивляюсь процессам, которые идут во мне, процессам, которые идут в других людях. И я с ответственностью заявляю, что спасение наше, оно внутри нас. Да, медицина, она должна помогать, несомненно. Но наша медицина должна прежде всего повернуться к человеку с тем, чтобы человек смог самостоятельно излечивать себя. И почти любой врач, нормальный врач, знает, что эти возможности в организме есть. Конечно же, их нужно включать. Поэтому повторяю, я с радостью занимаюсь с людьми. Я с ответственностью заявляю, что программа самоисцеления и самодиагностики – это удивительнейшая программа. Это наше спасение. Но вопрос только в том, как человек к этому относится. Если он в попытке, болея, хочет получить все и сразу, конечно, этого не будет. Потому что если организм начнет включать сразу все процессы, ничего хорошего из этого не получится. Идет очень мощная выработка электрического тока. А он действительно может сжечь себя. Это правда. Поэтому организм все регулирует. Если нужно, он включит сильнее. Если не нужно, он включит тихо. И может пройти сеанс так, что на физике человек ничего не почувствует. Потому что очень тихо идет работа. И в заключение я добавлю. Не важно, что вы чувствуете во время сеанса. Важно то, что начинает меняться в вашем организме. И задача программы самоисцеления – не только орган вылечить, но почистить его энергетически. То, что называют взглаз, порча и другие какие-то негативные воздействия. Полечить нервную систему. Порой поменять сознание человека, взгляд на жизнь. Поэтому у человека порой начинают меняться вкусы, начинают меняться привычки. Организм начинает себя перепрограммировать на этот здоровый, на здоровый лад. Потому что мы не можем быть здоровы в чем-то в одном. Физически или психически или энергетически. Вот когда мы в комплексе здоровы, вот тогда мы и светимся. Поэтому, когда я работаю с людьми, я не просто провожу сеанс, объясняю это. Я объясняю им вот эти все тонкости нашего организма. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Думаю, мы еще об этом будем говорить. Поэтому приглашаю вас на сеансы. Пожелаю вам самого главного – это здоровье. Будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok